Здравствуйте, уважаемые слушатели! Как вы имели возможность видеть из названия лекции и ее плана, сегодня мы продолжаем изучение общей части обязательственного права. И конкретнее, сегодня мы занимаемся вопросами обеспечения обязательств. Прежде всего, несколько слов о том, что такое обеспечение обязательств и почему оно является важным институтом гражданского права. Дело в том, что, как мы уже отмечали, рассматривая различия между вечными и обязательственными правоотношениями, характерным признаком обязательственных правоотношений, вернее, характерным отличием их от вечных правоотношений является то, что в вечном правоотношении обладатель вечного права может собственными действиями удовлетворить свой экономический интерес. А поскольку он является господином над вещью, а в обязательственных правоотношениях обладатель относительного, то есть обязательственного права, не может удовлетворить собственный интерес собственными действиями, а в целях удовлетворения этого интереса вынужден прибегать к содействию обязанного лица. Да, поскольку институт рабства или подобные ему институты в российском гражданском законодательстве, да и в законодательстве большинства современных зарубежных государств, такие институты отсутствуют. Поэтому для кредитора в обязательстве, обладателя обязательственного права, субъективного обязательственного права, всегда есть элемент неопределенности в отношении того, выполнит все же должник свою обязанность, предусмотренную соответствующим обязательствам, предусмотренную соответствующим обязательственным отношениям, или же не выполнит. Существует общий институт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Этот вопрос мы будем рассматривать в следующей лекции. Но заранее скажу, что этот институт в качестве общей санкции, общей меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств предусматривает возмещение убытков. Это общие последствия ненадлежащего исполнения обязательств, под страхом наступления которого должник побуждается к исполнению обязательства. И таким образом угроза наступления такой ответственности в какой-то степени обеспечивает уверенность кредитору в том, что обязательство будет надлежащим образом исполнено. Либо он удовлетворит свой интерес иным способом. Но это общее последствие ненадлежащего исполнения обязательства не всегда оказывается достаточным для надлежащей охраны интересов кредитора. Поэтому закон устанавливает набор специальных способов, которые называются способами обеспечения обязательств, которые призваны путем установления неких специальных мер, повысить уверенность кредитора в том, что если обязательство не будет надлежащим образом исполнено, то все же его интересы будут удовлетворены другими, то есть специальными способами. В связи с этим, как я уже сказал, Гражданский кодекс устанавливает ряд специальных способов, называемых способами обеспечения обязательств, которые призваны предоставить повышенные гарантии кредитору в отношении исполнения должником своей обязанности по отношению к кредитору. Какие же способы обеспечения обязательств известны российскому гражданскому праву? На этот вопрос отвечает статья 329 Гражданского кодекса. Посмотрим на нее. Как вы можете видеть, указанная норма предусматривает 6 способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, залог, удержание имущества, должника или, как это называется, короче, удержание, поручительство, банковская гарантия и задаток. Обращаю внимание ваше на то, что указанный перечень способов не является исчерпывающим. Как видите, законом или договором могут быть предусмотрены и иные способы обеспечения исполнения обязательств. Ну, иные способы обеспечения исполнения обязательств действительно встречаются в законе, скажем, договор факторинга или договор финансирования под уступку денежного требования предусматривает, например, что требование может уступаться в частности и в целях обеспечения исполнения обязательств. Но хочу сделать следующее замечание по поводу уже отмеченного мной открытого характера перечня способов обеспечения обязательств. Дело в том, что существенное отличие, подобная норма существовала и в Гражданском кодексе РССР 1964 года. И появление ее основное отличие, она имела два отличия по сравнению с нормой, с которой мы только что ознакомились, статьей 329 Гражданского кодекса. Различие основное заключается в том, ну, во-первых, в том, что в новом кодексе появляется такой неизвестный ранний способ, как удержание. Кроме того, появляется банковская гарантия, которой не было в предыдущем кодексе. Но это, так сказать, различия не особенно существенны, они касаются номенклатуры способов обеспечения исполнения обязательств. Более существенное отличие заключается в том, что ранее, то есть до введения в действие действующего Гражданского кодекса, установленный прежним Гражданским кодексом перечень способов обеспечения обязательств мог быть дополнен или расширен только законом. Сейчас, как вы видели, этот перечень может быть расширен и договором. То есть, другими словами, стороны вправе изобретать по своему усмотрению любые непротиворечащие закону способы обеспечения исполнения обязательств. И должен вам сказать, что в правоприменительной практике после введения в действие нового Гражданского кодекса Российской Федерации первое время наблюдалась некоторая эйфория по этому поводу и наблюдались на практике выдумки самых причудливых способов обеспечения обязательств. Но, должен сказать, что опыт такого рода изобретательства оказался, в общем-то, негативным. Почему? Потому что стороны, разрабатывая такие способы, не учитывали того, что любой способ обеспечения обязательств должен предусматривать и определенный механизм его реализации. То есть, недостаточно просто назвать или сконструировать общую схему какого-то способа. Надо далее установление в договоре иного по сравнению с законом способа обеспечения обязательств предполагает установление в договоре всего механизма реализации этого способа обеспечения исполнения обязательств. Что сделать, в общем-то, весьма непросто. Я имею в виду, весьма непросто сделать это так, чтобы весь этот способ обеспечения от начала до конца не вступил в противоречие с какими-либо положениями гражданского кодекса, которые, как я надеюсь, вы имели возможность убедиться, представляют собой не вполне совершенный документ, имеют много противоречий. И именно поэтому и применение норм о способах обеспечения исполнения обязательств вызывает много трудностей в правоприменительной практике. Поэтому сегодня редко можно встретить подобного рода изобретения в договорах. Стороны возвратились участники гражданского оборота. Все же в подавляющем большинстве случаев используют те способы обеспечения исполнения обязательств, которые предусмотрены гражданским законодательством. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, то есть на черты, присущие большинству способов обеспечения исполнения обязательств, это то, что, ну, во-первых, остановлюсь на терминологии. Как видите, гражданский кодекс применяет термины, гражданский кодекс применяет термины основное обязательство, это то обязательство, которое обеспечивается, и обеспечивающее обязательство. То есть они находятся в соотношении, в соотношении между ними хорошо иллюстрируется вторым и третьим пунктом статьи 329 гражданского кодекса. Как и можно было ожидать, поскольку обеспечивающее, или, как иногда говорят, обеспечительное обязательство является дополнительным по отношению к основному обязательству, и существует, собственно говоря, ради этого основного обязательства, то по общему правилу недействительность соглашения об обеспечении, то есть недействительность дополнительного соглашения не влияет на действительность основного обязательства. А обратно, и вместе с тем, при недействительности основного обязательства возникает обратная ситуация. То есть недействительность основного обязательства всегда влечет по общему правилу, вернее, не всегда по общему правилу влечет недействительность обеспечивающего обязательства, если иное не установлено законом. Обращаю, кстати говоря, ваше внимание на то, что положение пункта второго вообще не предусматривает никакого исключения. Это означает, что ни в каком законе не может быть установлено правило о том, что недействительность обеспечивающего обязательства влечет в недействительность основного обязательства. А вот из обратного правила возможно исключение, поскольку мы видим здесь добавление, если иное не установлено законом. И в поисках этого иного нам не приходится ходить далеко, поскольку таким иным случаем, установленным законом, оказывается как раз банковская гарантия. То есть один из тех способов обеспечения исполнения обязательств, которые прямо установлены в гражданском кодексе. Далее, прежде чем перейти к отдельным видам обеспечения обязательств более подробно, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что представляют собой эти способы обеспечения исполнения обязательств в их сравнении. То есть какой или какие из них можно считать наиболее надежными с практической точки зрения. Для этого я хотел бы снова обратиться к перечню этих способов. Итак, мы видим, что среди этих способов названы неустойка, залог удержания, поручительство, банковские гарантии и задаток. Я надеюсь, что в общих чертах вы, наверное, каждый из вас, уважаемые слушатели, наверное, слышал эти термины и понимает хотя бы приблизительно, в чем это заключается. Ну, неустойка, как мы увидим далее, состоит в возложении на должника обязанности уплатить дополнительную денежную сумму. Залог заключается в предоставлении вещи какой-то, как правило, на которую можно обратить взыскание. Тоже касается и удержания. Должение, поручительство и банковская гарантия состоят в том, что какое-то лицо, помимо должника, принимает участие, оказывается причастным к исполнению обязательств и несет за это ответственность. И, наконец, задаток представляет собой выдаваемую вперед денежную сумму. На что здесь важно обратить внимание? Дело в том, что вот эти шесть способов обеспечения исполнения обязательств, которые мы видим здесь, можно подразделить на способы, в которых на должника возлагаются дополнительные финансовые санкции. Это неустойка. И в какой-то степени задаток. Ситуация, когда часть имущества должника выделяется для обращения на нее взыскания. То есть залог – это залог и удержание, и частично задаток. Почему, вы поймете далее. И, наконец, самостоятельно в группу можно выделить поручительство и банковскую гарантию. По признаку того, что здесь помимо должника, помимо основного обязательства, появляется дополнительное обязательство, где участвует другое лицо. Таким образом, что отсюда следует? Значит, если кредитор не уверен в финансовой состоятельности должника, то установление такого способа обеспечения исполнения обязательства как неустойка вряд ли ему поможет. Потому что, если должник настолько финансово слаб, что он не сможет выполнить основное обязательство, я имею в виду, понести ответственность по возмещению убытков за неисполнение основного обязательства, то, какую бы высокую неустойку мы на него не возлагали, взыскание ее окажется весьма проблематичным. В случае залога мы, конечно, имеем гораздо более надежную ситуацию, почему залог сегодня находит применение в практике. Залог находит применение в практике, но встречаются все же трудности в процедуре обращения взыскания на заложенные имущества. Пожалуй, наиболее надежным на сегодняшний день из всех способов обеспечения, которые вы видели в Гражданском кодексе, следует считать банковскую гарантию в случае, если личность гаранта не вызывает сомнений. Ну, то есть, например, если гарант очень надежный банк, который сможет отвечать по своим обязательствам. Таким образом, я еще раз повторяю, к неустойке, пожалуй, имеет смысл прибегать в тех случаях, когда финансовая состоятельность, экономическая состоятельность должника не вызывает сомнений. В остальных случаях установление неустойки вряд ли позволит считать, что интересы достаточно гарантированы. После такой общей вводной части перейдем к конкретным способам исполнения обязательств, первым из которых мы рассмотрим неустойку. Но сразу же хочу обратить внимание на то, что неустойки мы коснемся и в следующей лекции, поскольку неустойка выполняет двойную функцию. Она названа законом в качестве способа обеспечения исполнения обязательств. И одновременно неустойка является и мерой ответственности за неисполнение обязательств. Поэтому в сегодняшней лекции мы рассмотрим неустойку в основном как способа обеспечения исполнения обязательств, а в следующей лекции сосредоточимся на понимании ее как меры ответственности. Итак, обратимся к определению понятия неустойки, как оно дано в статье 330 Гражданского кодекса. Как вы можете видеть, закон в виде пункта первого статьи 330 Гражданского кодекса предусматривает два вида неустойки. Один из которых называется штрафом, а другой называется пением. Ну, прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание на само понятие неустойки, поскольку в пункте, в первом статье 330, дается именно понятие неустойки. Как видите, неустойка – это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан платить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Как видите, отдельным случаем неисполнения обязательства выделяется случай просрочки исполнения. Действительно, как показывает анализ нормативных актов и договорной практики, неустойка в подавляющем большинстве случаев устанавливается именно применительно к просрочке исполнения. Важное обеспечительное свойство неустойки следует из второго предложения пункта первого статьи 130. Как видите, по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Дело в том, что доказывание факта причинения убытков и доказывание размера убытков весьма затруднительно. Затруднительно по причинам, которые будут более понятны в следующей лекции, когда мы будем рассматривать вопрос ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств. Здесь лишь обратим внимание на то, что если в договоре установлена неустойка, в договоре или законе установлена неустойка, это освобождает кредитора от обязанности доказывать убытки. То есть, бремя доказывания, лежащее на кредиторе, становится существенно более легким. И это является одним из свойств неустойки, которые, собственно говоря, и позволяют в значительной мере относить ее к способу обеспечения обязательств. Из данного пункта, как я уже упомянул, видно, что неустойка может подразделяться на такие виды, как штраф или пеня. Как можно видеть из дальнейшего анализа Гражданского кодекса, понятие штрафа и пеня нигде не раскрывается. Но, как показывает анализ подзаконных актов, в которых устанавливается либо штраф, либо пеня, штраф неустойка в форме штрафа, неустойка в виде штрафа обычно устанавливается за однократное нарушение. Ну, скажем, за поставку товара ненадлежащего качества. В то время как пеня, в то время как неустойка в форме пени устанавливается в подавляющем большинстве случаев именно на случай просрочки исполнения, то есть на случай длящегося неисполнения обязательств. Поэтому соотношение здесь такое. Как видите, в случае просрочки неисполнения специально упомянут в законе в качестве одного из вариантов ненадлежащего исполнения обязательств. И для этого варианта неисполнения устанавливается пеня. В других случаях устанавливается обычно штраф. Кроме того, по основаниям возникновения из данной нормы виден второй способ подразделения неустойки на виды. То есть, в частности, если неустойка определена законом, то такая неустойка называется законной. Если же неустойка установлена договором, то неустойка называется договорной. Поскольку неустойка является, как я уже упоминал, одновременно мерой ответственности, то понятным становится правило пункта второго о том, что кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение обязательства. Что имеется в виду под неисполнением обязательства, мы поговорим, как я уже упоминал на следующей лекции. В какой форме заключается соглашение о неустойке? Соглашение о неустойке заключается в письменной форме, как нам показывает статья 331 Гражданского кодекса. Но прежде чем перейти к форме неустойки, скажем еще несколько слов, поскольку несколько слов в этой лекции о неустойке, потому что более подробно мы к этому вопросу обратимся на следующей лекции. А пока лишь скажем о том, что еще одним и весьма важным способом подразделения неустойки на отдельные виды и формы является подразделение ее в зависимости от соотношения неустойки и убытков. Правило о соотношении неустойки и убытков установлено в статье 394 Гражданского кодекса. Сама статья 394 расположена в главе Гражданского кодекса об ответственности за нарушение обязательств. Так вот, в зависимости от соотношения неустойки и убытков, неустойка подразделяется на четыре вида. Зачетную, штрафную, альтернативную и исключительную. Сами такие термины отсутствуют в законе и выработаны наукой российского гражданского права. Я еще раз повторю, зачетная, штрафная, исключительная и альтернативная. Как показывает практика, общение со студентами, практика приема экзаменов, почему-то, трудно сказать с достаточной долей вероятности, почему. Вопрос о неустойке, хотя, в общем-то, его вряд ли можно отнести к числу самых сложных вопросов, тем не менее, он вызывает трудности у студентов. Полагаю, что эти трудности в ходе нашей лекции мы как раз устраняем, и еще раз я о них упомяну. В следующей лекции внимательным анализом закона. Итак, неустойка подразделяется на, как я уже сказал, на четыре вида. В зависимости от ее соотношения с убытками зачетная, штрафная, альтернативная и исключительная. И основной является зачетная неустойка. Зачетная неустойка – это неустойка, которая взыскивается, при установлении которой, убытки взыскиваются в сумме, не покрытой неустойкой. То есть, часть убытков, то есть, другим словом, взыскивается неустойка, а потом смотрят на сумму убытков. Если сумма убытков превышает сумму уже взысканной неустойки, то в этом случае оставшаяся часть убытков взыскивается. Если же вся сумма убытков покрыта неустойкой, то взыскивается только неустойка и больше ничего. А штрафная неустойка – это неустойка, при которой взыскивается и неустойка, и, кроме того, взыскивается в полной сумме убытки. То есть, другими словами, это самая жесткая форма неустойки. Исключительная неустойка – это неустойка, которая вообще исключает взыскание убытков. То есть взыскивается только неустойка и все. Поэтому она и называется исключительная. Здесь имеется в виду, что она исключает взыскание убытков. И, наконец, альтернативная неустойка – она предполагает возможность взыскания либо неустойки, либо убытков. Так вот, трудности вызывает обычно у студентов вопрос о том, что если, скажем, в договоре, просто в договоре или в нормативном акте просто указано, что взыскивается неустойка и больше ничего по этому поводу не добавлено, то с какой же неустойкой мы будем иметь дело – зачетный, исключительно альтернативный или штрафной? Вот этот вопрос вызывает затруднения. Сразу обращаю ваше внимание, что по общему правилу неустойка является зачетной. Поэтому это основной вид неустойки. Поэтому, если, как в приведенном мною примере, в договоре не указано, какой именно является неустойка – это означает, что она является зачетной. Почему это именно так – хорошо видно из содержания закона. Как видите, в пункте первом указано, что если за неисполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Это и есть зачетная неустойка. И вот и правило пункта первого, статьи 394, является общим. А далее, правило первого абзаца, я имею в виду, является общим. А далее, как вы видите, указывается, что законом или договором могут быть предусмотрены случаи. То есть, помимо того общего случая, о котором мы говорили выше, то есть зачетной неустойки, законом или договором специально могут быть предусмотрены случаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков. Это исключительная неустойка. Далее, когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки – это штрафная неустойка. И, наконец, когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо убытки, либо неустойки – это альтернативная неустойка. Я думаю, что таким образом разграничение видов неустойки по ее видам в зависимости от соотношения с убытками становится более понятным. Теперь перейдем к форме соглашения о неустойке. Этому посвящена статья 331 Гражданского кодекса, которая предусматривает, что соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме. Причем это требование не зависит от того, в какой форме совершено основное обязательство. То есть, может быть, основное обязательство совершено и в устной форме, Тем не менее, соглашение о неустойке требует простой письменной формы. Причем, как вы видите, установлено специальное последствие несоблюдения письменной формы. Здесь мы имеем не общие последствия в виде недопустимости ссылки на свидетельские показания, а последствия специальные, которые состоят в недействительности соглашения о неустойке. В данном случае, каким оспоримым или ничтожным будет такое соглашение? Конечно, ничтожным, поскольку этот случай не предусмотрен в законе в качестве оспоримого, значит, мы будем иметь дело с ничтожностью этого соглашения. Как я уже отмечал, неустойка может быть как законной, так и договорной. Статья 332 Гражданского кодекса устанавливает правила, касающиеся законной неустойки. Одной из свойств законной неустойки состоит в том, что кредитор вправе требовать ее оплаты, независимо от того, предусмотрено ли это соглашением сторон. То есть, ну, понятно, закон действует независимо от того, есть ли на него ссылка в договоре. Второе важное качество закона неустойки состоит в том, что во влиянии соглашения сторон на ее размер. То есть, законная неустойка не может быть уменьшена сторонами. Ее размер может быть лишь увеличен, да и то лишь в том случае, если закон этого не запрещает. Специальное правило установлено на случай уменьшения неустойки. Уменьшение неустойки посвящена статье 333 Гражданского кодекса, который устанавливает последствия несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств. Здесь суду предоставляется право уменьшить неустойку. На что хочу обратить здесь внимание? Ну, во-первых, на то, что здесь такое уменьшение возможно в случае явной несоразмерности. То есть, несоразмерность должна быть явной, очевидной для каждого. И степень является ли такая несоразмерность. Ну, здесь имеется в виду, как правило, в этом случае неустойка сопоставляется с убытками, например. То есть, если убытки чрезвычайно малы по сравнению с неустойкой, так малы, что их можно счесть несоразмерными, с неустойкой, то в этом случае суд вправе ее уменьшить. На что далее следует обратить внимание? Суд вправе лишь уменьшить неустойку, но не отменить ее вовсе. То есть, другими словами, он вправе лишь... Суд не вправе отказать в иске обзыскания неустойки. Он вправе лишь уменьшить ее размер, но иск обзыскания неустойки удовлетворить. Если, конечно, имеются остальные иные основания, которые позволяют взыскать неустойку. Второй момент, на который я хотел бы здесь обратить внимание, это то, что уменьшение неустойки возможно как применительно к договорной, так и к законной неустойке, поскольку, как мы видели ранее, нельзя... Запрет на уменьшение законной неустойки установлен лишь для сторон при заключении соответствующего соглашения. Что же касается статьи 333, то ее предписание обращено, как вы видите, к суду. Суду предоставляется право уменьшить неустойку. Его... Значит, и такое уменьшение возможно как в отношении неустойки, установленной договором, так и в отношении неустойки, установленной законом. Перейдем к следующему способу исполнения обязательств... Следующему способу обеспечения исполнения обязательств... Залогу. Прежде всего... Прежде всего хочу обратить ваше внимание на то, какими нормативными законодательными актами регулируется сегодня залоговое отношение. Ну, во-первых, это, конечно, гражданский кодекс, нормы которого мы сегодня выборочно рассмотрим. А во-вторых, во-вторых, это федеральный закон об ипотеке, который регулирует правила, который регулирует отношения, возникающие в связи с залогом недвижимого имущества. И, в-третьих, это продолжающий действовать закон Российской Федерации о залоге. Закон Российской Федерации о залоге, хочу привлечь ваше внимание к тому, что он был принят до введения в действие гражданского кодекса. И соотношение между этими тремя нормативными актами таково. То есть, закон о залоге применяется в части, не противоречащий гражданскому кодексу. Что же касается федерального закона об ипотеке, то здесь соотношение обратное. Федеральный закон об ипотеке имеет приоритет в случае конкуренции его с гражданским кодексом. И гражданский кодекс, нормы гражданского кодекса о залоге применяются лишь в том случае, если федеральным законом об ипотеке не установлены иные правила. Я думаю, что мы с вами это увидим при просмотре норм гражданского кодекса. Итак, перейдем к понятию основанием возникновения залога. Этому посвящена статья 3.34 гражданского кодекса. Прежде всего, в ней дается определение залога. Как видите, указывается, что в силу залога кредитор, который оказывается в случае применения данного способа обеспечения залога держателем, имеет право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение и стоимость заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество. Или залогодателя. То есть, основной эффект залога заключается в том, что именно ключевое слово для здесь преимущественно. Поскольку, в принципе, на любое имущество залога, на любое имущество должника по его обязательству может быть обращено взыскание. Но если имущество находится в залоге, то в отношении этого выделенного в качестве залога вида имущественного объекта взыскание обращается преимущественно перед другими кредиторами. Но здесь имеется в виду, конечно, ситуация, когда залогодателем является сам должник. Поскольку возможна ситуация, как мы видим дальше, что залогодателем является не сам должник, а третье лицо. В этом случае, кстати говоря, если залогодержателем является третье лицо, то мы дополнительно к имуществу... Это еще более выгодный случай, потому что здесь более выгодные более приемлемые для кредитора случаи, потому что здесь дополнительно к имущественной массе должника добавляется часть вещь, то есть часть имущественной массы другого лица. Как я вам уже говорил, закон об ипотеке имеет преимущество по отношению к гражданскому кодексу и почему и пункт второй статьи 334 показывает, откуда следует такой вывод. Он следует... Вот вы видите это правило, согласно которому общие правила о залоге, содержащиеся в ГК, применяются к ипотеке в случаях, когда самим кодексом или законом об ипотеке не установлено иное. Ну, здесь же, как вы видите, дано определение ипотеки, то есть под ипотекой понимается залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений и так далее, то есть залог любого недвижимого имущества. Из пункта третьего, пункт третий объясняет классификацию видов залога, одну из классификаций залога, в частности подразделение залога на залог договорный и залог законный. Важно обратить внимание, что допустимо возникновение залога на основании закона лишь в случае, если в самом законе указаны обстоятельства при которых возникает право залога, а также указано какое именно имущество и для обеспечения какого обязательства признается находящимся в залоге. Примеры такого законного залога есть в гражданском кодексе, скажем, перевозчик имеет право удерживать груз в обеспечении, имеет право залога в отношении груза на случай неисполнения обязательства, на случай неисполнения обязательства на случай неисполнения грузоотправителем обязательства по уплате плата за провоз груза. Аналогичные правила имеются в договоре хранения, то есть хранитель вправе не возвращать поклаждателю вещь и использовать в качестве предмета залога для удовлетворения своих требований по уплате платы за хранение передаваемого имущества. Следующий вопрос касается того, кто может быть залогодателем. как указывается в статье 335 залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. Кроме того, залогодателем вещи может быть либо ее собственник, либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения. При этом считаю необходимым напомнить, что если лицу принадлежит вещь на праве хозяйственного ведения, а это государственные и муниципальные и унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, то здесь без согласия собственника, то здесь если предметом залога является недвижимость, она может быть заложена только с согласия собственника. Если же предметом залога является движимое имущество, то согласие собственника не требуется. Поскольку предметом залога может быть не только вещь, но и право, соответственно, Залогодателем может быть лицо, которому принадлежит закладываемое право. Если речь идет о залоге права на чужую вещь, то такой залог не допускается без согласия ее собственника, если иной не установлено законом. Что касается предмета залога, то им может быть всякое имущество, в том числе имущественные права, кроме имущества изъятого из оборота. Но понятно, что имущество изъятое из оборота не может быть предметом залога, потому что его нельзя продать и таким образом обратить на него взыскание. Кроме того, не могут быть предметом залога и требования неразрывно связанные с личностью кредитора. Как вы видите, в данной норме перечисляются, не исчерпывающе перечисляются такие требования, то есть требования о поплате алиментов, размещения вреда, причиненного в жизни и здоровью и так далее. А также любых других прав, уступка которых запрещена законом. Кроме того, законом определяется перечень видов имущества, на которые не может быть обращено взыскание, скажем, в действовавшем ранее гражданском процессуальном кодексе РСЦР, скажем, в качестве приложения содержался такой перечень видов имущества. Очевидно, аналогичный перечень будет им в новом гражданском процессуальном кодексе. Каким должно быть требование, обеспечиваемое залогом? Вернее, в каком объеме залог обеспечивает требование? Это очень важный вопрос, поскольку от ответа на него зависит, в каком размере может быть получено удовлетворение и стоимость заложенного имущества. Так вот, здесь мы видим, что по общему правилу, поскольку, как вы видите, это правило диспозитивное, оно может быть изменено договором, но по общему правилу залог обеспечивает требование в том объеме, который оно имеет к моменту удовлетворения. И в этот объем входит как само основное требование, так и вытекающие из него проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию. На положениях статьи 338 основано подразделение залога еще на два вида. Дело в том, что заложенное имущество может как передаваться залогодержателю, так и оставаться у залогодателя. Причем общее правило состоит в том, что заложенное имущество остается у залогодателя, то есть не передается залогодержателю. Кстати говоря, здесь же надо обратить внимание, что, конечно, этот вариант, когда заложенное имущество остается у залогодателя, он является гораздо менее надежным, чем в том случае, когда имущество передается залогодержателю, потому что если имущество передается залогодержателю, то он приобретает по существу вечное право на это имущество, поскольку если вещь находится в его распоряжении, я имею в виду, если вещь находится во владении залогодержателя, то ему, чтобы удовлетворить свой интерес, к должнику уже нет необходимости обращаться. Конечно, как мы увидим далее, у него все же сохраняется необходимость обратиться к суду для обращения взыскания на заложенное имущество. В большинстве случаев приходится обратиться к суду, но к должнику ему обращаться уже не нужно. А вот если вещь находится у должника, то есть у залогодателя, то прежде чем обратить на нее взыскание, необходимо эту вещь истребовать у него. Что само по себе, что необходимо истребовать у него эту вещь, вернее, может оказаться в ряде случаев необходимо истребовать у него эту вещь, если эта вещь по каким-то причинам не выбыла из его обладания и так далее. Так вот, в этих случаях вряд ли право залога можно считать вечным правом, и, конечно, положение кредитора оказывается менее устойчивым. Так вот, залог, как я уже отмечал, общее правило состоит в том, что заложенное имущество остается у залогодателя. Иное, то, что может быть предусмотрено договором, это передача его залогодержателю. И в этом случае залог именуется закладом. Кроме того, возможно оставление предмета залога у залогодателя под замком и печатью залогодержателя. То есть, оставление под замком и печатью залогодержателя, во-первых, позволяет дать знать другим лицам о нахождении этого предмета в залоге, а во-вторых, исключает пользование залогодателем этим предметом. Аналогичная ситуация, то есть, информационную цель имеет и твердый залог, то есть, оставление его у залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих о залоге. Возможна ситуация, когда предмет залога передан залогодателем на время вовладения или пользования третьему лицу. В этом случае такой предмет залога считается оставленным у залогодателя. И, наконец, при залоге имущественного права удостоверенного ценной бумагой, она передается залогодержателю либо в депозит нотариуса, если договором не предусмотрено иное. То есть, как мы видим, если закладывается имущественное право, удостоверенное ценной бумагой, по сути, уже здесь можно говорить о том, что закладывается сама ценная бумага, то общее правило состоит в том, что здесь мы имеем дело с залогом в форме заклада, поскольку она должна передаваться залогодержателю, либо в депозит дотариуса, но не оставаться у залогодателя. Следующий важный вопрос касается формы регистрации, формы договора о залоге. Во-первых, в пункте первом статьи 339 Гражданского кодекса указаны существенные условия договора о залоге. То есть, что такое существенные условия договора, мы с вами установим в одной из следующих лекций. А пока лишь заметим, что здесь в договоре о залоге должен быть указан предмет, за залога оценка, существо, размер и срок, исполнение обязательства, обеспечиванного залогом. Кроме того, в договоре должно содержаться указание на то, у какой сторон находится заложенное имущество. Но, следовательно, надо сказать, что при применении пункта первого статьи 339 следует учитывать правило, которое мы уже видели в статье 338, что по общему правилу, если иное не предусмотрено договором, заложенное имущество остается у залога дателя. Но такое общее правило не исключает, что все же указание о том, что имущество находится у залога дателя, в этом случае должно содержаться и в договоре. Но пункт первый, как я уже сказал, касается существенных условий договора о залоге, а непосредственно форме договора о залоге и последствиям ее несоблюдения посвящены второй и последующей пункте договора. Так, договор о залоге требует обязательно письменной формы, по общему правилу простой письменной формы. А если речь идет о договоре об ипотеке или договоре о залоге движимого имущества в обеспечении обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, то такой договор подлежит нотариальному удостоверению. Кроме того, договор об ипотеке требует государственной регистрации. Если правила о форме договора о залоге не соблюдаются, правила, касающиеся и простой письменной формы, и нотариальной, и требований о регистрации, то несоблюдение этих правил влечет недействительность договора о залоге. Следующий вопрос, на котором хотелось бы остановиться, это вопрос о том, что хотелось бы упомянуть, что в числе недвижимого имущества может фигурировать и предприятие, как предмет залога. В этом случае предприятие оказывается в залоге как имущественный комплекс, поэтому право залога распространяется на все входящее в его состав имущества, в том числе на права, требования, вещи, находящиеся в распоряжении предприятия, движимые и недвижимые, и все прочее, что входит в состав предприятия, за исключением, конечно, имущественных обязанностей. Напоминаю вам, что состав предприятия как имущественного комплекса входят имущественные права и обязанности. С какого момента возникает у залогодателя право залога? По общему правилу это право возникает с момента заключения договора о залоге. В этом случае мы имеем... То есть это означает, что по общему правилу договор о залоге является консенсуальным, что такое консенсуальный договор мы рассмотрим позднее, а в отношении залога имущества, которое подлежит передаче залога держателя, то есть договор заклада по общему правилу возникает, вступает в силу с момента передачи этого имущества. То есть договор залога в форме заклада является реальным договором. Что такое реальный договор, как я уже сказал, мы также рассмотрим примерно через одну-две лекции. Что происходит, какие последствия наступают при утрате или повреждении заложенного имущества? На этот вопрос нам отвечает статья 344 Гражданского кодекса. По общему правилу залогодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества. Имея в виду, что залогодатель по общему правилу является собственником или обладателем иного вечного права, поэтому на нем и лежит риск случайной гибели имущества. В то же время залогодержатель отвечает за утрату или повреждение залога в том случае, если залог совершается в форме заклада, то есть если предмет залога ему передан. При этом на нем лежит бремя доказывания. При этом правило об ответственности залогодержателя является здесь общим, а изъятие из этого правила возможно лишь в том случае, если залогодержатель докажет, что может быть освобожден от ответственности за полную или частичную утрату или повреждение заложенного имущества. В правиле залогодатель пользоваться предметом залога. На это отвечает статья 3.46 Гражданского кодекса, где установлено, что в том, что касается права пользования, то залогодатель по общему правилу вправе пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением. Конечно, эта норма является диспозитивной, то есть действует в том случае, если иное не предусмотрено договором. или не вытекает из существа залога, значит, в общем случае залогодатель вправе пользоваться предметом залога. А вот что касается распоряжения, то здесь право распоряжения предметом залога, причем распоряжение каким бы то ни было образом, отчуждать ли вообще, либо передавать во временное пользование, как возмездно, так и безвозмездно. То есть эти правомочия возможны, эти правомочия могут осуществляться только с согласия залогодателя. Единственное, что, единственное, что, единственное акт распоряжения, который может совершать залогодатель без согласия, извините, залогодержатель без согласия, без согласия, который может совершать, Единственный акт распоряжения, который залогодатель может совершать без согласия с залогодержателем, это право завещать заложенное имущество. Это право обеспечивается тем, что установлена норма об ничтожности соглашения, которая бы ограничила это право. Неотъемлемое право гражданина, предусмотренное Конституцией, завещать принадлежащее ему имущество по своему усмотрению. Пункт 3 статьи 346 предполагает предоставление залогодержателям право пользоваться предметом залога, предоставленным в заклад. При этом на залогодержателям возлагается дополнительная обязанность по регулярному предоставлению отчета об использовании принадлежащего залогодателю имущества. Весьма важное правило установлено в статье 347 гражданского кодекса, это защита залогодержателям своих прав на предмет залога. Как вы помните, недавно мы изучали вопрос о защите права собственности и говорили о том, что способы защиты права собственности, предусмотренные статьями 301-305 гражданского кодекса, эти способы принадлежат также титульному владельцу имущества. Вот залогодержатель является типичным титульным владельцем имущества, который может использовать те же способы защиты, которые предусмотрены нормами о защите права собственности. Как уже упоминалось, основаниями для обращения взыскания на заложенное имущество являются неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником по обстоятельствам, за которые он отвечает. Но, однако, если нарушение обязательства крайне незначительно по сравнению со стоимостью предмета залога, то в этом случае в обращении взыскания на имущество может быть отказано. По общему правилу обращения взыскания на заложенное имущество, этому посвящена статья 349 гражданского кодекса, определяющая порядок обращения взыскания на заложенное имущество. То есть порядок обращения взыскания дифференцируется в зависимости от, во-первых, от вида заложенного имущества. То есть если заложено недвижимое имущество, то обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество в общем случае по общему правилу допускается по решению суда, а без обращения в суд такое обращение взыскания допускается на основании материально удостоверенного соглашения залогодателя с залогодержателем, причем заключенного после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога, но никак не до возникновения таких оснований. То есть после того, как обязательство оказалось исполнено ненадлежащим образом. Если же вопрос касается удовлетворения обращения взыскания на движимое имущество, то такое обращение производится по общему правилу также в судебном порядке, однако это общее правило применяется, если иное не предусмотрено соглашением залогодателя с залогодержателем. Но в случае, если предмет залога находится в закладе, то есть если мы имеем дело с залогом в форме заклада, здесь общее правило состоит в том, что договором будет установлен любой порядок, не противоречащий закону, поскольку обращать взыскание в порядке, установленном законом о залоге, если законом не установлен другой порядок. В определенных случаях взыскание обращения взыскания может быть обращено только по решению суда. Это случай, когда для заключения договора о залоге требовалось согласие и разрешение другого лица или органа, либо предметом залога является ценное в культурном плане имущество, либо если залогодатель отсутствует и установить его нахождение невозможно. Но в каком бы порядке ни обращалось взыскание на заложенное имущество, само обращение взыскания следует отличать от реализации заложенного имущества, которое допускается по общему правилу только путем продажи с публичных торгов в порядке, установленным парциальным законодательством, лишь если, конечно, в договоре не установлен иной порядок обращения взыскания на заложенное имущество. В каких случаях прекращается залог? Прекращается залог, во-первых, с прекращением самого обязательства, обеспеченного залогом. Понятно, поскольку залог обеспечивает основное обязательство, поэтому, если нет основного обязательства, нет и оснований для обращения взыскания на обязательство, которое уже прекратилось. Кроме того, в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, в случае продажи заложенного имущества с публичных торгов, и, кроме того, конечно, залог прекращается и по общим правилам прекращения обязательств, которые мы рассмотрим далее. Как указывалось, когда мы рассматривали вопрос о вечных правах, я говорил о том, что иногда залог рассматривается как разновидность вечных прав. Почему это так? Показывает, в частности, статья 353 Гражданского кодекса, которая показывает, что залогу присуще право следования. То есть, право залога следует за вещью. Как видите, в случае перехода права собственности на заложенное имущество или право хозяйственного ведения от залогодателя к другому лицу, право залога сохраняет силу и для нового собственника соответствующей вещи или права. Перейдем к удержанию. Дело в том, что удержание представляет собой внедоговорный способ обеспечения исполнения обязательств. Это хорошо видно из определения удержания, как оно дано в статье 359 Гражданского кодекса. Согласно этой норме, кредитору, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику или лицу, указанную должником, праве в случае неисполнения должником обязательства по оплате этой вещи либо возбещению связанных с ней издержек, удерживать ее. Таким образом, удержание можно отнести к числу способов самозащиты гражданских прав, поскольку здесь кредитор таким вот оперативным образом воздействуя на вещь, отказывая в передаче ее должнику, пока тем не будут исполнены требования по оплате вещи или иные денежные требования, он вправе удерживать ее у себя и таким образом воздействовать на должника. Если же стороны обязательства требуют, действуют в качестве предпринимателей, то удержание могут обеспечиваться и иные требования, то есть не связанные обязательно с оплатой вещи или возмещением издержек, но и иные требования. Причем для удержания, так же как и для залога, характерно право следования. Это видно из пункта 2 статьи 359 гражданского кодекса, где установлено, что кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, хотя бы права на нее были приобретены третьим лицом. В остальном здесь применяются нормы о залоге. Применяется норма о залоге в части обращения взыскания на удерживаемое имущество и его реализацию. Следующий способ обеспечения исполнения обязательств – это поручительство. Поручительство состоит в том, что некое дополнительное по отношению к должнику лицо, оно называется поручителем, обязуется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение должником его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может обеспечиваться как уже существующие обязательства, так и обязательства, которые возникнут в будущем. Для договора поручительства закон требует обязательную письменную форму, причем, как и в случае договора о залоге, несоблюдение письменной формы влечет в недействительность договора поручительства, недействительность в форме ничтожности. Каков объем ответственности поручителя? Объем ответственности поручителя. Во-первых, следует отметить, что поручитель и должник отвечают по общему правилу солидарно. Мы говорили солидарно, это означает, что кредитор в праве взыскивать, кредитор в праве обращать свои требования как к должнику, так и к поручителю, как в полном размере требований, так и в его части. Но это правило о солидарной ответственности должника и кредитора применяется в том случае, если законом или самим договором не предусмотрена субсидиарная, то есть дополнительная ответственность поручителя. А что касается объема ответственности поручителя перед кредитором, то он отвечает в том же объеме, как и должник. То есть за основную часть долга, проценты, судебные издержки и так далее. В пункте 3 статьи 362 идет речь о лицах, совместно давших поручителя. Здесь имеется в виду, что в договоре поручительства на стороне поручителя участвует не одно, а более лиц. Но возможно иная ситуация. Возможно ситуация, когда в договоре поручительства за одного должника могут по отдельным договорам принять на себя несколько поручителей. То есть каждый поручитель будет отвечать перед кредитором по отдельному договору поручительства, и в этом случае солидарная ответственность не возникает. Здесь я повторяю вопрос о солидарной ответственности, возникает в том случае, когда несколько поручителей совместно заключают с кредитором один общий договор поручительства. Что происходит после того, как поручитель исполняет обязательства по договору поручительства? В этом случае к нему переходят права кредитора по этому обязательству, то есть иными словами поручитель приобретает регрессные требования к должнику. Причем приобретает регрессные требования к должнику в том объеме, в котором он удовлетворил требования кредитора. Если должник исполнил обязательства, которые обеспечены поручителем, то, во-первых, поручительство в связи с этим прекращается, а во-вторых, должник обязан немедленно известить об этом поручителе для того, чтобы снять с себя риск того, что поручитель также исполнит обязательства за должника, и в связи с этим кредитор получит неосновательное обогащение, а, соответственно, придется в связи с этим предъявлять требования к кредитору для того, чтобы поручитель либо должник взыскали с него неосновательно полученное. Теперь, что касается прекращения поручительства, то оно прекращается, во-первых, естественно, с прекращением обязательства, которым оно обеспечено, а также, что очень важно, в случае изменения этого обязательства, влекущего ответственность, увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя. Ну, например, увеличение ответственности поручителя может возникнуть в том случае, если, скажем, поручительство дано за заемщика по кредитному договору, а заемщик без согласия с поручителем увеличивает сумму займа, либо устанавливает более короткий срок возврата займа. В этом случае поручительство прекращается. Кроме того, поручительство прекращается переводом на другое лицо долго по обеспеченному поручительству на обязательство, потому что понятно, что поручитель не безразлично, за какого должника отвечать перед кредитором. Кроме того, поручительство прекращается, если кредитор отказывается принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручительством. И, наконец, поручительство прекращается по истечении срока, на которое оно дано. Но такой срок не является обязательным условием договора поручительства, потому что если он не установлен, то поручительство прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительственного обязательства не предъявил иск к поручителю. Обращаю ваше внимание, что хотя здесь содержится упоминание о предъявлении иска, но вот этот годичный срок является пресекательным, является пресекательным, потому что здесь речь идет не о защите нарушенного права, о существовании прав кредитора по договору поручительства, о существовании права требует от поручителя исполнение договора поручительства. Ну а в случае, если срок исполнения обязательства не указан, то поручительство прекращается, если кредитор не предъявляет иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. Этот срок также является пресекательным, то есть к нему не применяются правила о перерыве, приостановлении и восстановлении срока исковой давности. Следующий способ обеспечения обязательства – это банковская гарантия. Первое, на что хочу обратить внимание, что банковская гарантия – это односторонняя сделка, то есть это принятие банком или иной кредитной организации, либо страховой организации, то есть вполне определенными субъектами, в отношениях по банковской гарантии, вообще говоря, участвуют три лица. Гарант, то есть тот, кто дает гарантию, и таким может быть, как я уже сказал, либо банк, или иная кредитная организация, либо страховая организация. Кроме того, в нем участвует бенефициар, это кредитор, который, в интересах которого дается банковская гарантия, и должник, который называется принципалом в отношениях по банковской гарантии. То есть должник или принципал просит гаранта дать гарантию бенефициару, а в чем состоит содержание гарантии – уплатить денежную сумму по предоставлению бенефициарам письменного требования о ее уплате. Банковская гарантия по общему правилу выдается, вернее, не по общему правилу, а, собственно говоря, закон не устанавливает для этого изъятие, по общему правилу банковская гарантия выдается на возмездной основе. Это следует из указания в пункте 2 статьи 369 о том, что за выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гарантию вознаграждения. То есть здесь, по существу, здесь при выдаче банковской гарантии сначала имеет место соглашение между принципалом и гарантом о том, что о выдаче банковской гарантии, а вторым, то есть эта сделка предшествует собственной выдаче банковской гарантии, а сама банковская гарантия, она является односторонней сделкой. Она является односторонней сделкой, причем не зависящей от основного обязательства. Односторонней сделкой банковская гарантия является потому, Потому что для возникновения права по банковской гарантии требуется ли возлеизъявление лишь самого гаранта, во-вторых банковская гарантия не зависит от основного обязательства. И в этом состоит ее существенное отличие от других способов обеспечения исполнения обязательств. Как мы видим в статье 3.70 специально указывается, что предусмотренные банковские гарантии обязательства не зависят в отношениях между гарантом и бенефициаром от того основного обязательства, обеспечения которого выдана гарантия, хотя бы в гарантии и содержалась ссылка на это обязательство. Кроме того, по общему правилу банковская гарантия является безотзывной, то есть эта односторонняя сделка сразу порождает у кредитора соответствующие права и обязанности, имеется в виду у кредитора-бенефициара. Но это правило является диспозитивным и в самой банковской гарантии может быть установлена ее отзывность. Другое дело, воспримет ли такую гарантию бенефициар, но это уже зависит от отношений между бенефициаром и принципалом. Кроме того, права по банковской гарантии по общему правилу не могут передаваться другим лицам, хотя в гарантии может быть установлено и иное. Вступает в силу банковская гарантия со дня ее выдачи по общему правилу. Это подчеркивает односторонний характер такой сделки, каково является банковская гарантия. Весьма важным является правило о представлении требований по банковской гарантии. Эти правила установлены в статье 374. Это требование должно представляться в письменной форме, причем к требованию должны быть приложены документы, указанные в гарантии. И такое требование должно быть представлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана. Отсюда следует, что обязательным элементом гарантии, обязательным условием гарантии должен быть срок, на который она выдана. Гарант, рассматривая требования бенефициара, должен уведомить об этом принципалом и проявить разумную заботливость и осмотрительность, чтобы установить, соответствуют ли это требования и документы условиям гарантии. Очень важной является статья 376 Гражданского кодекса, в которой проявляются последствия независимости гарантии от основного обязательства. Дело в том, что гарант вправе отказать в удовлетворении требований бенефициара, лишь в случаях, если требования или приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии. То есть, лишь по формальным признакам. Однако, если даже обязательство исполнено полностью или частично в соответствующей части, либо прекратилось, то гарант должен известить об этом бенефициара. Но, тем не менее, если бенефициар предъявит требование об удовлетворении гарантии, такое требование должно быть удовлетворено. Кроме того, в банковской гарантии должна быть указана сумма, на которую гарант принимает на себя обязательства перед бенефициаром, и такое требование является существенным условием банковской гарантии. И следует также заметить, что по общему правилу гарант, исполнивший требования перед бенефициаром, не имеет регрессного требования к принципалу, а может их иметь в тех пределах, которые предусмотрены соглашением гаранта с принципалом о выдаче банковской гарантии. И, наконец, последний способ обеспечения исполнения обязательств, который мы сегодня рассмотрим, это задаток. Во-первых, что такое задаток? На этот вопрос отвечает статья 380 Гражданского кодекса, которая определяет задаток как денежную сумму, выдаваемую одну из договаривающих сторон, в счет, причитающих с нее по договору платежей, другой стороне, в доказательство заключения договора и обеспечения его исполнения. Из этого определения видна тройная функция задатка. Во-первых, задатку свойственна авансовая функция, то есть это платеж вперед. Кроме того, ему свойственна вторая доказательственная функция, то есть это выдача задатка доказывает заключение соглашения, и ему свойственна обеспечительная функция, то есть он обеспечивает его исполнение. Соглашение о задатке заключается в письменной форме, Но ее несоблюдение не влечет в недействительность соглашения о задатке А последствиями является то, что если возникает спор о том, был ли уплачен задаток или аванс То в этом случае сумма признается авансом, а не задатком, пока не доказано обратное Что происходит, если обязательства, обеспеченные задатком, не исполняются? В этом случае, если сторона давшая задаток ответственна за неисполнение, задаток ей не возвращается А если другая сторона ответственна за неисполнение договора, то она возвращает полученный задаток И сама обязана уплатить также сумму задатка На этом позвольте закончить сегодняшнюю лекцию И на этом позвольте закончить сегодняшнюю лекцию И предложить вам вопросы для самопроверки и рекомендуемую литературу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!